Всем привет! Мы продолжаем рассматривать типичные дефекты мониторов. Переходите по ссылке, если вы не ознакомились с первой частью нашего повествования. Ну а сейчас мы продолжим рассказ о типичных дефектах мониторов. Монитор включается. При включении индикатор питания загорается, а экран остается темным. На экране как раз монитор с подобным дефектом, полная модель монитора в левом верхнем углу. Монитор включился, изображения нет. Причиной дефекта в этом случае может быть либо инвертор. Инвертор не создает высокое напряжение для питания ламп подсветки. Либо главная плата. В 99% случаев виновником оказывается инвертор. В случае, что показан на экране, причиной дефекта является выход из строя транзистора в инвертор. У ряда старых моделей мониторов Бенку нередко встречался подобный дефект. Инвертор этих мониторов выходил из строя из-за дефектной пайки инвертора. Часто встречались кольцевые трещины пайки на некоторых элементах. Соответственно, в один прекрасный момент инвертор сгорал, и монитор показывал черный экран своему счастливому обладателю. В хорошие времена их носили в ремонт пачками. При ремонте обычно заменяются три транзистора и предохранитель, но возможны варианты. Еще один монитор с таким же дефектом. Включается, но и экран остается черным. В этом случае причиной дефекта оказался перегоревший предохранитель питания инвертора и вспухшие конденсаторы. Для ремонта достаточно заменить вспухшие конденсаторы и предохранитель. Предохранитель вышел из строя из-за вспухших конденсаторов, так как последние не справлялись со сглаживанием пульсаций питания, и в какой-то момент ток превысил критическое значение тока предохранителя. В каждом конкретном случае нужно начинать с проверки блока питания, инвертора. В инверторе часто выходят из строя транзисторы, питающие повышающие трансформаторы инвертора. При выходе из строя транзистора или транзисторов, по питанию инвертора появляется короткое замыкание, приводящее к обрыву предохранителя питания инвертора, если таковое имеется. Ну а мы переходим к следующему дефекту. Пятое. Пропадает подсветка через некоторое время работы, либо сразу после включения. Причиной данного дефекта может быть одно из трех. Первое. Блок питания. Сразу рассмотрим ремонт с таким дефектом, причиной дефекта которого являлся блок питания. Монитор включается. Сразу после включения пропадает подсветка. Индикатор питания продолжает гореть. Причина дефекта оказалась банальной. Вспух конденсатор блока питания, отвечающий за стабильность питания инвертора. После замены конденсатора дефект устранен. Вторая причина подобного дефекта – неисправность инвертора. При включении монитора инвертор уходит в защиту, изображение пропадает. Это происходит по причине неисправности какого-либо компонента инвертора. В случае, что мы видим на экране, виновником дефекта оказался трансформатор. Кстати, неисправность трансформатора инвертора в мониторах Samsung не первой свежести, тоже можно назвать типовым дефектом. В свое время, когда трава была зеленее и сахар слаще, эти мониторы носили пачками на гарантийный ремонт. Но и сегодня приносят мониторы с подобным дефектом трансформатора. Суть неисправности трансформатора сводится к обрыву во вторичной обмотке. Проверить, дефектный ли трансформатор элементарно, нужно лишь сверить сопротивление вторичных обмоток трансформатора. Если сопротивления значительно отличаются, то трансформатор под замену. Либо можно заставить монитор работать от одной оставшейся исправной обмотки. Как в ремонте, что представлено на экране. Третье. Неисправность лампы подсветки. Благодаря обратной связи инвертора с лампами подсветки, инвертор отключается, если обнаруживает неисправность ламп подсветки. Для того, чтобы определить, какая именно лампа неисправна, нужно по очереди подключать вместо каждой лампы заведомо исправную. На которой лампы подсветка не будет отключаться, та и неисправна. Далее нужно будет поменять неисправную лампу подсветки. Стоит отметить, что иногда лампа не выходит из строя, а просто обгорает провод на конце лампы. В таком случае будет достаточно восстановить надежный контакт с лампой, запаять провод, и дефект будет устранен. Ну и бонусом рассмотрим последний не совсем частый, но просто устраняемый дефект. Дефекты изображения на полутонах. Дефект связан в основном с плохим контактом шлейфа матрицы в разъеме матрицы, либо разъеме главной платы. Для устранения дефекта достаточно протереть контакты шлейфа обезжиривателем или растворителем. На этом мы закончим рассмотрение типичных дефектов мониторов. Возможно, в дальнейшем серия видеороликов будет продолжаться. Спасибо за просмотр, и до скорых встреч в других видеороликах. Субтитры создавал DimaTorzok